Первый апостол Христа Он получит власть разрешать и не разрешать. Ого! Почему Христос это сказал Петру? Иоанну, заметьте, перед своим вознесением, он дает откровение, что этот апостол избежит той смерти, которая ждет остальных апостолов. Известно, что Иоанн не умер насильственной смертью, он дожил до глубокой старости и умер собственной смертью. Почему такое откровение? И Христос объясняет. А потому что апостолу Петру, он дает это откровение о своей сущности, потому что ему предстоит стать величайшим авторитетом в первоапостольской церкви. Далее, Иоанну дает откровение, потому что ему предстоит написать пять новозаветных книг, и две из них особо великие. Это Евангелие и Апокалипсис. Иакову предстояло стать первым мучеником из числа 12. И вот, возможно, поэтому эти трое апостолов удостоились преображения, удостоились этого откровения увидеть мир совсем с другой стороны, с той стороны, с которой видит этот мир Бог, увидеть Божью славу. А почему? Потому что Бог этих троих готовил для особенной задачи. Поэтому наше утверждение давайте еще раз вспомним. Особых отношений с Богом удостоверяются те, которых Бог готовит для особенной задачи. А теперь я хотел бы, чтобы мы немножко посмотрели на свою жизнь. Каждый, кто здесь находится, заглянул в свое прошлое. Посмотрите, что с вами происходит. Какие благословения вы переживаете? Какие испытания? А для чего? Возможно, мы не видим смысла в этом. А Бог говорит, ради особой задачи. Если вы испытываете трудности, Бог готовит вас к особому терпению. Если ваше терпение испытывает, если вас испытывают на прочность, Господь говорит, я готовлю тебя к непростой задаче. Известный пример Джонни Эриксон Тадо. Девушка, 17-летняя девушка, прыгает в озеро, повреждает себе позвоночник и становится инвалидом на всю жизнь. Христианка, девушка, она спрашивает Бога, почему? И Бог потом ей открыл для того, чтобы благовествовать таким же инвалидом. Она участвовала в евангелизациях Билли Грейма. В начало 20 века в Индии 15-летний подросток разрывает евангелие, которое ему подарили в школе. Затем он решает покончить жизнь самоубийством, не видя смысла в своей жизни. Но перед рассветом он видит в своей комнате свет. И в этом свете ему является образ Христа и призывает его на служение. Сегодня это известный христианин, которого называют апостолом Индии. Он жил в начале 20 века в саду Сундерсинг. Этот человек переживал особое откровение от Господа. И это нужно ему было, потому что, чтобы выдержать ненависть своих родных, которые пытались его отравить, пытки, которыми его подвергали, преследование, которое он пережил, ту нагрузку, те лишения. И Бог удостовел его особенного, особенного благословения, особенных откровений. Вы знаете, того, кого Бог готовит к особой задаче, того удоставит особых с Ним отношений. Поэтому и преображение – это подготовка к той великой задаче, которую должны были выполнить эти три христовых апостола. И вот этим троим, как никому другому, нужно, важно было стать свидетелями преображения Господня. Почему? Потому что им в будущем, в очень недалеком будущем, надлежало стать столпами церкви. Этим троим надлежало научить других. Им надо было убедить скептика, утвердить сомневающихся, ободрить страдающих. Им самим предстояло умереть мучительной смертью и стать образцом твердой веры и святой жизни. Как известно из Библии и предания, Якова обезглавил Ирод. Петра распяли на кресте вниз головой. И только Иоанн умер своей смертью. Но его пытались также казнить, как говорит предание, его хотели бросить в котел с кипящим маслом. Но Бог его чудесным образом спас, так говорит предание. Того, кого Бог готовит к особой задаче, того и удоставят особых отношений. Друзья, если вы не собираетесь для Бога что-то делать особенного, не ждите ничего особенного. Если вы не собираетесь стоять на коленях больше, чем другие, не ждите, что получите больше, чем другие. Если вы не собираетесь поститься, пребывать в особом состоянии, не ждите особой силы от Бога. Бог удостаивает своих благословений и своей силы только тех, кто живет ради Него особенной жизнью. Возможно, нам это не особенно понравится, но истина такова. Субтитры создавал DimaTorzok